В следующем сюжете мы расскажем вам о центре, в котором проходит реабилитацию и оздоровление жителей Павлодарского приэртышья. Подробности в сюжете. Мунири Досымхановой, 82 года. Жительница села Кинжиколь в центре отдыхает впервые. Помимо оздоровления, обладательница ордена Алтуналка в центре активно проводит время. Когда я приехала сюда, очень болели ноги. Сейчас мне лучше. Давление было, а сейчас в норме. Даже танцевала сегодня. Большое спасибо. Абадиша Кайрова – обладательница ордена Кумасалка. Проходит реабилитацию в центре уже третий год подряд. 78-летняя павлодарка может похвастаться навыками занятия на тренажерах. Получается, у нее это не хуже молодых. Отличный прием. Вообще, обслуживание, все хорошо. Врачи, сестры, все внимательно. Психолога были, вот сейчас сегодня в болотах. Так мы процедуры принимаем хорошие. Павлодарский областной центр реабилитации работает с 2004 года. За 15 лет здесь поправили здоровье более 25 тысяч человек. Мы оказываем специальные социальные услуги, 7 видов. Это медицинские, это психологическая помощь, это культурные мероприятия, это юридическая помощь, это бытовые услуги, питание. Поэтому все, что по стандартам положено, в полном объеме мы предоставляем нашим получателям услуг. У нас хороший тренажер, у нас в компьютерном классе, например, наш инструктор им помогает. И приложения какие-то, тот же WhatsApp, какие-то вот YouTube, они в Facebook хотят что-то читать. Поэтому вместе с нами, все вместе вот развиваемся. На сегодняшний день в центре одновременно могут получать специальные социальные услуги 120 человек. В общем, в этом году здесь прошли реабилитацию и оздоровление более 2000 человек. В центре функционируют два отделения – стационарная на 80 мест и дневной стационар, рассчитанный на 40 пациентов. Для них здесь созданы все условия – кабинет физиотерапии, тренажерный зал, кабинет психолога, бассейн с сауной, а также комната отдыха, где посетители центра могут поиграть в бильярд и шахматы. Кроме этого, они занимаются здесь рукоделием, поют и танцуют. Вероника Вишневская, Досымбек Токай, Герты Сахпарат.